Всем большой привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Карина, и сегодня я снимаю разговорное видео, которое я хочу посвятить неудачной поездке в лагерь. И это была, к сожалению, моя последняя поездка. Расскажу вам почему. Мне там очень не понравилось. Почему меня оттуда забрали на второй неделе, и я не побыла там до самого конца. Я расскажу о вожатых, суперстрогих вожатых, и вообще о том, что я заметила, и это видео можно отнести к большой несправедливой ситуации, так как каждый момент, который происходил в лагере, а их очень много, мне безумно не понравился. Я была в лагерях всего лишь два раза в жизни, и два раза оказались неудачными. Не хочу сейчас о грустном, но показав вам вот этот скриншот, вот эту фотографию, я думаю, понятно, да, почему первая поездка была неудачной. Ну и вторая поездка, я думала, все более-менее обернется нормально, и выбрала я другой лагерь, который, к сожалению, оказался одним, наверное, из самых худших. К сожалению, я не почитала отзывы. Что там происходило, это, конечно, была полная жесть, поэтому присаживайтесь поудобнее. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись вы что? Правильно, пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео еще не один раз, а также нажимайте на колокольчик. Чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. В этом видео я спрятала для вас три эмоции. Если вы досмотрите это видео до конца, найдете эти три эмоции, то ваша цель отправить в них в директ в инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах, обязательно подписывайтесь. Недавно там у меня стукнуло полтора миллиона подписчиков. За это вам огромное спасибо, я вас люблю. Ну и сейчас мы, наконец-то, с вами поговорим об этой неудачной поездке. Мы можем начинать. Поехали! Я записала в заметки определенные моменты, о которых я вам хочу рассказать поподробнее, чтобы не запутаться и не забыть. Начинаю, пожалуй, с того, что я расскажу вам, как я представляла себе лагерь. Это безудержное веселье, там прыжки, может быть, через костер, какие-то развлечения, добрые вожатые, с которыми можно подружиться, вкусная еда. Может быть, бессонные ночи, хотя вожатые, естественно, говорят, ложись спать, но ты их можешь вполне себе не слушать. Хорошие врачи, качественная проверка, расписание дня крутой, с зарядкой, там, со всеми развлечениями, но в моем лагере, к сожалению, такого не было. Поехала я туда в возрасте 13 лет и надеялась, что все, что я вам перечислила, будет происходить в лагере каждый день, что я, естественно, буду улыбаться, улыбка с моего лица спадать не будет. Но, к сожалению, вожатые, начну, пожалуй, с них, оказались суперстрогими, которые позволяли перед детьми материться. Да, они были молодые, но матерились они даже не замечая этого. Вожатые могли спокойно выйти за наш корпус и курить, не думая о том, что у нас окна выходят как раз-таки туда, куда они и выходили покурить, да? Отношение у вожатых к нам было отвратительное, они считали себя супер пафосными, старшими, ни с кем практически нормально не контактировали, вели себя как какие-то, я извиняюсь, копники, которые отправляли нас спать в 22.30, чтобы вы понимали. Зарядок никаких с утра у нас не было, максимум, что они могли сказать, это доброе утро, просыпаемся и делаем зарядку на месте, дается вам 5 минут, и мы идем на завтрак. Вот такое вот хамское отношение было к детям, естественно, я думала, что это нормально, или это у них как-то в воспитании так, и тоже считается адекватным. Но когда я там познакомилась с девочкой, она сказала, что уже не первый раз приезжает в этот лагерь, и у нее тут просто работает папа якобы, и это считается нормальным, такое отношение, и девочке самой не нравилось там находиться. Теперь поговорим о питании в этом лагере, я помню прекрасно, какой нам давали там кисель на обед, завтрак и ужин. Кисель был отвратительный, как из какого-то детского садика, сверху которого была отвратительная пленка, или же вермишель с молоком, тоже с пленкой, с привкусом каким-то чересчур сладким. Постоянно в еде возможно было найти волосы, к сожалению, или к счастью, волосы я в еде не находила, но многие мои друзья, с которыми я находилась в этом лагере, спокойно могли подойти ко мне, или к девочкам, с которым я там была знакома, и показать, смотрите, вот я нашел волос в еде. Слава богу, что не отвалившийся гель-лак или отгрызанный ноготь, знаете, хотя мне кажется, в этом лагере могло быть такое спокойно. Ну и вообще я видео решила снять не только потому, что я столкнулась с такой отвратительной ситуацией. Если бы я в этом лагере не заболела и не столкнулась с тем, как врачи относятся к заболевшим жителям, как бы сказать, этого лагеря, детям, которым лет по 13, по 14, возможно и старше, я бы, наверное, даже не стала снимать это видео, потому что мест для отдыха существует очень много. Есть и хорошие, есть и плохие. Плохие поездки тоже существуют в жизни, но я была в шоке от того, как относились врачи к тому, что вот перед ними стоит ребенок, да, у которого температура, который заболел, начиная с того, что я сама по себе была неответственным ребенком, как я сказала в начале. И очень часто, выходя из корпуса в лагере, я одевалась не по погоде, могла надеть футболку, хотя нужно быть в Петровке, в курточке, да, постоянно мерзла и думала, что это круто, да, ходить в футболках, более такой открытый стиль, хотя многие ко мне подходили и говорили, Карин, тебе не холодно, чего ты так оделась? Ну и в итоге иммунитет у меня не сильно крепкий такой, не хорошенький, и я заболела примерно на четвертый день, начала замечать, что я чувствую себя неважно. Во-первых, после этой поездки у меня постоянная болезнь ушей, не постоянная, а отит, когда при любом сильном попадении дольше минуты ветра в уши, у меня они начинают стрелять, их закладывает, я ничего не слышу, у меня там образуются пробки, и все, я глухая, не могу разговаривать, есть, вообще пить, поднимается температура, потому что я очень сильно простудилась и не следила за своим здоровьем в этом лагере. Я старалась сидеть постоянно в корпусе, хотя бы несколько дней, потому что чувствовала серьезное недомогание и боялась, что когда я начинаю заболевать, вряд ли мне уже что-то поможет, это понятно, что у меня будет высокая температура, что мне будет плохо, естественно, вожатые даже забывали про меня, не спрашивали, как я себя чувствую, не спрашивали, принести ли мне хотя бы со столовой какую-то пищу, не спрашивали, как я себя чувствую, забывали брать меня куда-либо, и даже не отмечали меня. И не заходили ко мне в мою палату узнать, как я себя чувствую, потому что, как я вам уже сказала, вожатые были просто отвратительные. Я просидела два дня в этом номере, заполняла всякие ежедневники, я помню, у меня была моя любимая книжка, точнее творческий блокнот, который назывался «Wreck this journal», то есть «Уничтожь этот журнал», где были такие разворотики, типа «Порви эту страницу, облей эту страницу водой» и так далее. И в этой палате я познакомилась с девочкой, которая знала, что я блогер, которая как-то меня узнала, что я уже начинаю снимать, она сказала, что где-то меня видела. И ночью, пока я спала, она просто украла у меня вот эту книжку, а я копила на нее последние деньги, купила ее и заполняла в лагере, пыталась ее найти. Она считалась для меня просто самой дорогой вещью, так как я старалась ее заполнять. Каждый разворотик был сделан с душой, я уверена, вы знаете, что такое «Уничтожь меня вообще», что это такая за книга, за творческий блокнот. И я с температурой уже, чувствовав себя отвратительно, пошла жаловаться вожатым о том, что произошло. Я не знала тогда, что это сделала девочка, она тоже боялась признаться. И как оказалось, она просто в сушилку, в душевой, точнее рядом с душевой, где сушилось нижнее белье, всех там ребят, кинула туда этот блокнот, да, прекрасный. Я искала его около нескольких дней, никто не признавался, кто это сделал, как это сделал, а я была с ней в хороших отношениях. И я, наоборот, советовалась с ней и спрашивала у нее, слушай, а ты не знаешь, кто украл у меня этот блокнот? Она говорила, нет, ты что, Карин, кто мог такое сделать? В итоге по камерам в корпусе, как оказалось, эта девочка несколько раз туда и обратно, ее звали Даша, выходила с этим блокнотом. Она порвала там несколько страниц, да, чтобы вы понимали, еще в детстве у меня даже удаляли видео на моем YouTube-канале. Я не понимаю, либо я настолько людям не нравлюсь, либо мне настолько завидуют. Ваш вариант можете писать в комментариях, но я была действительно в шоке. Прикиньте, я заболела, вожатым насрать, они мне дали единственный совет, ну ищи, можем глянуть по камерам, нам вообще все равно, можешь попросить у родителей, вот скоро, типа, вот такой родительский день, когда они могут приехать. Они тебе купят новую. Я говорю, ну а деньги для вас еще не значит, эта книга на то время стоила 800 рублей, для меня это были большие деньги. Они говорят, ну ничего, в лагерь же ты приехала. Вот от этого я вообще охренела. Я тогда поняла, что в этом лагере я до конца не проживу. Я начала писать маме, начала говорить ей о плохом самочувствии, к сожалению, никакую аптечку я с собой не брала, ибо не болела долгое время и боялась, что... Точнее, не боялась, что я заболею. Была уверена, что такого не произойдет. В итоге потом меня поместили в такое специальное помещение, я забыла, как оно называется, в лагере, для тех, кто заболевает, как небольшая больничка. Туда некоторые ходили, проверялись. Я просила, чтобы мне капали в уши, потому что они начали стрелять, иногда выходило из корпуса. В итоге у меня начало стрелять левое ухо, а два уха, они взаимосвязаны. Если у тебя болит левое, то нужно капать и в левое, и в правое, я об этом не знала. Ну как бы врач в, как мне казалось, хорошем лагере должен был об этом знать. Но, к сожалению, мне капали неразогретые капли в одно ухо, из-за чего у меня пошло осложнение. И после этого меня поместили в их ту самую больничку, которая находилась рядом с этим корпусом, куда клали тех, кто заболевает в лагере, как бы полечиться. А там у них такие правила, типа, если ты начинаешь заболевать, то ты не должна ни сидеть в телефоне, ни кушать. Будешь кушать только нашу вонючую кашку, да, которую мы тебе приносим с нашими волосами и ногтями внутри. Телевизора там не было, я должна была просто пялиться в стену, либо спать. Но да, я действительно заболела и чувствовала себя отвратительно. И в этот момент я просто сидела в этой палате, естественно, взяла всякие вкусняшки, да, с собой иногда кушала. Ко мне приходили эти врачи и говорили, что ты ешь, что ты сидишь в телефоне, мы тебя сейчас обратно в корпус отправим. Я говорю, ну каждый болеет по-разному. Ребят, я даже вам клянусь, с температурой под 40, если болею дома, я всегда сижу в телефоне, я всегда смотрю в телевизор, я всегда смотрю фильмы на компьютере, и я всегда ем всякие вкусняшки. Даже если противопоказано. Но врачи тогда считали, что они умнее, и ребенок не знает и не привык, видимо, он заболел впервые, да, я заболела. Вообще не зная, что это такое, меня поместили в палату в эту. Я думала, хм, как же так, люди, оказывается, умеют болеть. Я помню вот этот момент, из-за которого я и решила снять это видео. Я уснула в итоге в этой больничке, куда меня положили. Все вожатые про меня забыли. Все мои вещи уже в моей сумке, которая была оставлена в моей палате в корпусе, перерыли, да, чтобы вы понимали. Я сфотографировала, как выглядела моя сумка. К сожалению, фотографии нет. Спустя два дня, пролежав в этой больничке, меня нихера там не лечили, я возвращаюсь и понимаю, сравнивая с фотографией, что все мои вещи перерыли. Пропали мои проводные наушники, пропала моя футболка, у меня температура. В итоге мы с родителями решили, что они за мной поедут. Так вот, вернемся обратно к тому, что я уснула в той больничке один раз. Я помню, как три врача стояли около моей кровати и обсуждали, спит она или не спит. Они вот так вот переглядывались и такие, слушай, вот как думаешь, она спит или притворяется? Она же нифига не болеет. Она сидит в телефоне, ест сладости, может, ее обратно в корпус отправим. Стоят и вслух это обсуждают, не видят, что человек спит, да господи, даже если я притворяюсь. Но отойдите вы, чего вы базарите-то вслух, я сплю, у меня была температура, я себя чувствовала отвратительно. Они меня не лечили, капали холодные капли в одно ухо, я извиняюсь, чертова возьми, они не могли даже использовать какие-то адекватные лекарства, чтобы меня вылечить. Хотя они обязаны это делать, потому что может быть и осложнение, что, собственно, и произошло. Я вам клянусь, от того, что они разговаривали, я просыпаюсь, просто открываю глаза и смотрю на них, и они такие, вот, я же говорила, она не спит. Я же говорила, ну она же не спала, вы что, она не спала. Я смотрю на них, я думаю, боже мой, вы что, дауны что ли, неадекватные, я тогда еще была маленькая, не понимала, нормально ли такое в лагерях или нет. В лагерях, блядь, вообще я просто в шоке была. В итоге мне на второй день сообщили, Коренечка, возвращайся-ка ты в корпус, мы видим, что ты здоровая, пофиг, что у тебя температура 37,3, мы померили недавно, 37,3 это еще не температура, как они сказали, прикиньте. Я уже себя чувствую отвратительно, начиная с температуры 36,9, у всех устроен по-разному организм, а если бы у меня была сильно пониженная температура, они бы тоже сказали, ну ладно, норма, она хоть не завышена. Они должны были ждать температуры 39 или что, я не поняла, в итоге я возвращаюсь в корпус. Все, как я поняла, не рады меня видеть, Карина, ты болеешь, отойди от меня, фу, ты меня заразишь, я чихаю, просто вот так вот, да, в футболку даже стараюсь, не говорят, сел ты нас заразишь, уезжай. Вожатые на меня хера забили, подходят ко мне, говорят, ты пойдешь на обед. Ребят, меня это так задело, что вопрос-то представить себе не может, у меня даже голос сейчас трясется. Я пишу родителям, я говорю, пап, если ты меня сегодня не заберешь, а ехать на машине нужно было 3 часа, то я тут с ума сойду, я говорю, пожалуйста, я болею, забирай. Он даже не обсуждая, сразу же выехал и забрал меня в этот же день. Вот такая вот у меня была, мои дорогие, прекрасная поездка в лагерь. Расскажите мне, пожалуйста, что вы думаете по поводу этого, как у меня украли книгу, как вожатые матерились и курили за корпусами, как девочка, кстати, я вам об этом не рассказала, с собой в сумке пронесла пиво и рассказывала, что она умеет бухать, да, в 13 лет, круто, да? Как у меня перерыли вещи, как мне сделали осложнение из моей болезни, как меня выгнали из больнички, где я могла долечиться к здоровым детям, не думая о том, что у меня может присутствовать хоть какая-то зараза, и все дети вообще могут заразиться от меня. Меня никто не слушал, и для меня это был самый худший и отвратительный лагерь на всем белом свете. Я больше туда никогда не возвращалась, написала огромную жалобу, и для меня это, как, знаете, какая-то тюрьма была. Я думала, что я получила от лагеря незабываемые эмоции, как многие мои подписчики пишут, что каждое лето ездят в лагерь, как они отдыхают. Я понимаю, лагеря бывают хорошие, прекрасные, но, к сожалению, мне не удалось такого наблюдать. Ни в одном лагере хорошем в своей жизни я никогда не была, хоть в комментариях напишите о своей лучшей поездке в лагерь, мне будет очень интересно прочитать, потому что такого у меня лично никогда не было. И я очень хотела поделиться с вами этой историей, чтобы вы понимали всю суть и весь пи***ц. Да, я запикала происходящего. Я никогда не думала, что детский лагерь может быть настолько отвратительным. Спасибо вам большое за просмотр, мои дорогие. Я наконец-то высказалась, чувствую себя свободнее, потому что все то, что у меня накопилось, я наконец-то рассказала на огромную публику. Я вас люблю. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю вам про три эмодзи. Обязательно кидайте мне их в директ в инстаграме. И пишите, что вы думаете по поводу этого чудесного лагеря ниже в комментариях. Ну, а с вами была Карина. Я вас люблю. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok